Здравствуйте, мои дорогие! Я делаю наушники, совмещаю Bluetooth наушники с обычными проводными, обрезав провод и слушаю книгу Дон Кихот Ломанческий. Миланский дворянин, градоправитель Туниса, был взят турками в плен после захвата Галиты и Туниса. По освобождению из плена Габриэль Червелон служил в испанских войсках в Голландии, умер в 1580 году в Милане. В этих двух крепостях погибло немало прекрасных людей, как, например, Пагано Дорио, кавалер ордена Иоанна Крестителя, высокой души человек, выказавший необычайное добросердечие по отношению к брату своему, славному Джованни Андреа Дорио. Пагано Дорио брат Андреа Дорио участвовал в сражении при Лепанто, погиб при защите Галиты. Его необычайное добросердечие по отношению к брату выразилось в том, что он отказался в пользу последнего от своих огромных богатств. Смерть его тем более обидна, что пал он от руки арабов, коим он доверился, как скоро убедился, что форта не отстоять, и кои взялись доставить его переодетого в мавританское платье, в табарку, небольшую гавань, или, вернее, поселок, принадлежащий генуэзцам, заплывающим в эти воды на предмет добычи кораллов. И вот эти самые арабы отрубили ему голову и отнесли ее к командующему турецким флотам, но тот поступил с ними согласно нашей кастильской пословице «измена пригодится, а с изменником не водится». Говорят, будто командующий велел повесить тех, кто принес ему этот подарок, за то, что они не доставили Дорио живым. Табарка – приморское селение на северном побережье Африки. При осаде Туниса командующим турецким флотом был Улучшали. Описанный поступок Улучшали объясняется, вернее всего, его алчностью, а не благородством. Он был раздосадован тем, что со смертью Дорио утратил возможность получить за него большой выкуп. Среди взятых в плен христиан защитников форта был некто по имени Дон Педро де Агилар. Родом откуда-то из Андалусии. В форте он был знаменщиком, и все почитали его за изрядного воина и за человека редкого ума. А кроме того, у него были исключительные способности к стихотворству. Заговорил я о нем, потому что волею судеб он стал рабом моего хозяина. И мы с ним оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеру сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сунет. Одну посвященную галите, а другую форту. Откровенно говоря, мне бы хотелось вам их прочесть, ибо я знаю их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а скорее доставят удовольствие. При имени Дона Педро де Агилара Дон Фернандо взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг другу. Пленник совсем уже было собрался прочитать сунеты, но один из спутников Дона Фернандо прервал его. «Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, Ваша милость, что сталось с Доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули?» «Вот что я о нем знаю», — отвечал пренник. «Два года он пробыл в Константинополе, а затем, переодевшись арнаутом при посредстве греческого лазутчика, бежал. Но только не знаю, наверное, на свободе ли он. Хотя думаю, что на свободе. Год спустя я встретил грека в Константинополе, однако же мне не удалось его расспросить, чем кончился их побег. «Он на свободе», — сказал кавальер. «Ведь этот Дон Педро мой брат, и теперь он с женой и тремя детьми в добром здравии и в довольстве проживает в наших краях». «Благодарю тебя, Боже, за великую твою милость», — воскликнул пленник. «По мне нет на свете больше радости, нежели радости вновь обретенной свободы». «И вот еще что», — продолжал кавальер. «Я знаю сонеты моего брата». «Так прочтите их, вы, ваша милость», — сказал пренник. «Уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня». «Охотно», — сказал кавальеру. «Вот сонет, посвященный...» «Подул посадный ветер, вследствие чего мы вынуждены были, оставив весла, поднять паруса и взять курс на аран, ибо идти куда-либо еще не было никакой возможности. Все это было совершено с воспешностью чрезвычайную, и под парусами мы стали делать более восьми миль в час, не опасаясь уже ничего, кроме встречи с корсарскими судами. Маврам-гребцам мы дали поесть, а отступник утешил их, сказав, что они не пленники, что их отпустят при первом случае. То же самое было объявлено отцу Зараиды, и он на это сказал. «Чему угодно я готов христиане поверить, и чего угодно мог ожидать от вашей доброты и от вашего великодушия, но чтобы вы меня освободили, нет, я не так прост, как вы полагаете. Вы не стали бы с такой для себя опасностью лишать меня свободы для того, чтобы теперь столь великодушно мне ее возвратить, особливо зная, кто я таков, и сколь великий выкуп можете вы за меня получить. Если же вы соизволите назначить сумму выкупа, то я, не колеблясь, отдам вам все, что вы не потребуете за меня самого и за несчастную дочь мою, или же за ее одну, ибо она есть большая и лучшая часть моей души». Тут он горько заплакал, так что все мы прониклись к нему жалостью, а Зараида невольно на него взглянула и, уверившись, что он плачет, до того растрогалась, что вскочила с моих колен и бросилась его обнимать. И тут они оба, прижавшись друг к другу лицом, столь жалобно и подняли плач, что многие из присутствовавших начали им вторить. Однако ж, увидев на ней праздничный наряд и множество драгоценных камней, отец сказал ей на их языке, «Что это значит, дочь моя? Вечер, пред тем, как случится ужасному этому несчастью, на тебе было простое домашнее платье, между тем у тебя не было времени переодеться, и ты не получила никакой радостной вести, ради которой следовало бы наряжаться и прихорашиваться. И вдруг, сегодня, я вижу, что на тебе лучшее из платьев, какое я только знаю и какое я только мог тебе подарить, когда судьба была еще к нам благосклонна. Отвечай же, ибо это приводит меня в еще большее изумление и недоумение, нежели свалившееся на меня несчастье». Все, что Мавр говорил своей дочери, нам переводил отступник, а она не отвечала ни слова. Когда же Мавр увидел у Борта ларец, в котором Зараида хранила свои драгоценности, а он был уверен, что Зараида оставила его в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, то удивление его возросло. И он спросил, каким образом ларец попал к нам в руки и что в нем спрятано. Отступник же, не дожидаясь ответа Зараиды, ответил за нее. «Не трудитесь, сеньор, задавать дочери вашей Зараиде столько вопросов. Я отвечу сразу на все. Итак, да будет вам известно, что она христианка, и что это она распилила наши цепи и вывела нас на свободу. Она едет с нами по своей доброй воле, и я уверен, что она счастлива, и что у нее теперь такое чувство, точно из мрака вознесли ее к свету, из смерти к жизни, из мук к блаженству». «Он правду говорит, дочь моя?» спросил Мавр. «Да», — отвечала Зараида. «Так значит, ты христианка?» продолжал старик. «Так значит, ты предала отца в руки врагов». На это ему Зараида ответила так. «Да, я христианка, это правда, но я тебя не предавала. Все помыслы мои были устремлены не к тому, чтобы тебя покинуть или же причинить тебе зло, но единственно к собственному моему благу». «Какое же это благо, дочь моя?» «Об этом ты спроси, Лелу Мариам», отвечала Зараида. «Она лучше меня сумеет тебе объяснить». Стоило Мавру это услышать, и он с невероятной обустротою бросился вниз головой в море и без сомнения утонул бы, если б из-за длинного и неудобного своего одеяния некоторое время не продержался на поверхности. Зараида стала кричать, чтобы мы его спасли, и мы поспешили ему на помощь, и, ухватив за Аль-Малафу, втащили его, полумертвого, лишившегося чувств, в Филюгу. Зараида же, отягченная печалью, начала по нем, как по покойнике, горько и жалобно плакать. Мы положили его на живот, изо рта у него полилась вода, и спустя два часа он пришел в себя. А тем временем ветер переменил направление, и нас понесло к берегу, так что, дабы нашу Филюгу не выбросило на сушу, пришлось налечь на весла. Однако ж, по счастливой случайности, нас пригнало в бухту, которая находится за небольшим мысом, или же косою, и которую мавры называют Каварумия, что на нашем языке означает «блудница Христиан». Счастья, удачи, любви, успеха. Встретимся в следующем ролике. Счастья, удачи!